Вообще, строго говоря, этот ролик я хотел начать с какой-то пафосной нотки, типа депрессия, арт-блоки, отсутствие мотивации и прочие штуки, но потом я посмотрел в зеркало на свою харю, заржал и понял то, что я не смогу это сделать со серьезным видом. Мне даже кажется, что если я прибавлю еще пару килограмм, я скоро буду с вами здороваться всем панкейк, дамы и господа. Тем не менее, тема для разговора сегодня достаточно серьезная. Это не только арт-блоки, нежелание что-то делать, какая-то фрустрация, депрессия и что-то подобное. Это скорее про то, как все это преодолеть и несколько способов, которые я лично для себя использовал в том числе, чтобы просто не переставать хотеть творить. Как понятно, ролик разговорный, туториалов особо не будет, но если что, мы снимаем еще кучу туториалов, все будет, как всегда, на нашем канале. А пока это вот просто разговорный ролик один на один. Итак, всем панк-рок, дамы и господа, с вами CG Speak, всем здрасте, всем привет. Разберем сегодня, как преодолевать всякие негативные штуки, которые могут захватывать разумы творческих людей и мешать им творить. Первый способ звучит весьма странно. Материализация творчества и мыслей. Но не беспокойтесь, это не хрень в духе Блиновской. Заду голуби, мне нужно закрывать. И ни в коем случае не история с говнофильмом «Секрет», который сняли на плейну уголовники, на плейну мошенники. Как говорится, рассказываю по порядку. Дело в том, что творческие люди, а особенно творческие люди, которые работают в цифре, 2D-шники, 3D-шники и так далее, у них есть одна ключевая проблема. У них зачастую теряется связь с их собственным творчеством. Потому что, когда вы, к примеру, рисуете в цифре, у вас есть некая такая линия развития работы над вашей картиной. И в процессе работы над этой линией вы чувствуете связь со своим творчеством. Но ровно после того, как картину вы закончили, выложили ее в социальные сети или еще куда-то, зачастую связь между вами и творчеством пропадает. Вернее, она ощущается не так сильно, как, к примеру, у традиционных художников, которые рисуют картину и могут повесить ее себе в квартире. Иногда такой психологический аспект может очень сильно сломать сознание и привести к некой апатии или нежеланию что-то делать дальше. Потому что, так как связь с творчеством ослабла или же вообще потеряна, для вас производство картин – это просто рутинный процесс. Это звучит как-то очень метафизически, но это на самом деле так и есть. И у очень многих художников, которых я опрашивал, связь с их творчеством отсутствует. И из-за этого они начинают терять мотивацию. Здесь-то нам на помощь и приходит первый пунктик нашего спасения. Это материализация нашего творчества. Пускай звучит очень заумно, но тем не менее это работает. Сейчас объясню по порядку. Из-за того, что большинство продуктов вашего творчества находится, условно говоря, в компьютере или же в экране вашего телефона, они не дают вам, что называется, ту энергию или же, опять же, ту мотивацию, которую вы можете от них в теории получать. Для того, чтобы это работало, вам необходимо их как бы выносить в реальный мир. То есть это банально – печатать свои рисунки, вешать их на стены, напечатать свой собственный артбук, пусть даже в единственном экземпляре, и положить его к себе на полку, распечатать модельку на 3D-принтере и поставить ее себе на стол. Вы будете смеяться, но это на самом деле действительно работает. Я уже приводил этот пример в одном из прошлых роликов, но тем не менее, когда одного из арт-директоров компании Blizzard еще до того, как она скатилась, спросили, что мотивирует его приходить на работу каждый день, он ответил, что каждый день, заходя в офис, он видит 5-метровую статую одного из персонажей Warcraft, Орка Тралла. Но при этом это был всего лишь карандашный набросок в его скетчбуке за 4 доллара. Видя такую материализацию своего скетча, он не задается вопросами о мотивации и походе на работу. Обычно художники окружают себя чужими произведениями искусства, чужими скетчбуками, фигурками и так далее. С одной стороны, это очень хорошо может сработать, если вы ищете, например, вдохновение. Но тем не менее, иногда сравнивая ваши рисунки с рисунками вашего любимого автора, вы можете эту мотивацию терять. То же самое касается и окружающих вас предметов. Ну вот скажите, сколько вы знаете художников, которые печатают свой арт банально на футболке? Поверьте, на самом деле их не так уж и много. Здесь, кстати говоря, вскрывается еще одна очень важная тема. Для того, чтобы получать мотивацию и продолжать творить, важно в первую очередь сделать что-то для себя. И более того, впоследствии это может сработать не только на такие вещи, как мотивацию, но даже и на ваше материальное состояние. Потому что увидев у вас или даже на вас какую-то вещь с вашим артом или просто какой-то элемент вашего творчества, другие люди могут захотеть его приобрести себе. Кстати говоря, в этом ролике не будет минутки продажности, а будет очень классное объявление, которое способно помочь вам реально изменить свою жизнь. Посмотрите, и я надеюсь, что оно вам понравится. Самый частый вопрос, который нам задавали за все время существования нашего канала, это то, куда пойти работать и как построить свою карьеру. Многие начинающие художники чувствуют себя потерянными и не знают, куда им податься и что им делать. Но у нас есть супер крутая штука, чтобы с этим помочь. Автор нашего канала, Алиса Хусмудинова, сделала уникальный продукт. Art Career Guide – это курс для художников о вначале карьеры. Это курс о том, как найти свой творческий путь, собрать огненное портфолио, получить работу мечты и реально построить успешную карьеру в креативной индустрии. Курс длится 7 недель, включает в себя 5 модулей, 14 уроков и 25 заданий, каждый из которых позволит сразу же внедрить полученные знания на практике. Этот курс отлично подойдет для тех, кто полон идей, но просто не знает, с чего начать и что выбрать. Хочет развиваться в творчестве, но не знает, как это сделать. Хочет определиться со стилем и собрать крутую портфолио. При этом на курс идет офигенно выгодная рассрочка. Плата всего около 4500 рублей в месяц. Подробнее вы можете посмотреть по ссылочке в описании или задать любые вас интересующие вопросы напрямую Алисе. Ссылку на ее телеграм также приложил. Приятного вам обучения. Большое спасибо, если посмотрели объявление и не перемотали. Продолжаем. Таким образом, очень плавненько переходим ко второму пункту. Я его называю примерно так. Все, что меня бесит, я могу исправить. Ну или практически все. Так, кстати говоря, развивалось огромное количество бизнесов у творческих людей. Несмотря на то, что это звучит весьма пафосно. Чуть-чуть больше года назад мы делали интервью с двумя крутыми тату-мастерами. Игорем Клименом и Димой Набокой. Безумно классные ребята. Рекомендую вам посмотреть это видео на нашем канале. Вернее, эти два видео. Так вот, их пример меня сильно замотивировал. Когда я спрашивал их, а как простой условно тату-мастер дошел до того, что сначала открыл свою студию, потом стал делать собственный мерч, потом стал делать японские маски, потом реально мерч превратил в бренд одежды и так далее, на что получил простой ответ. И Дима и Игорь дали одинаковый ответ. Звучит он так. Я что-то хотел для себя, меня бесило все, что есть на рынке, я не мог найти что-то для себя, что очень хотел. Я эту вещь для себя сделал, потом ее увидели другие, и другие это захотели купить. Например, Дима Набок хотел себе на стену повесить красивую японскую маску, но не находил ничего похожего на рынке. Он сам ее для себя сделал, раскрасил, повесил, а когда увидели знакомые, сказали, блин, а где такое купить? И он стал их делать уже в массовом производстве. То же самое и Игорь Климен. Он не находил футболок с каллиграфией, которые бы ему нравились, и их не было на рынке. Он сделал себе такую футболку, и потом это переросло в целый магазин. Я, кстати говоря, футболки из этого магазина. Можете прочекать ссылку в описании, не реклама, просто благодарность Игорю за крутые реальные вещи. Так вот, эта долгая история скорее ввела к тому, что если вам что-то не нравится, вы можете это сделать сначала для себя. И потом, даже после публикации в интернете, это могут увидеть другие люди. Другой пример уже с художниками. Одного художника из Азии очень сильно бесили обложки к серии книг о Гарри Поттере, которые издавали в его стране. И он решил нарисовать собственные обложки с первой по седьмую части и просто выложил их на арт-станцию. Вы уже могли догадаться, что произошло. Буквально-таки через полгода к нему пришло издательство и сказал, а давай-ка мы именно с твоими обложками издадим Гарри Поттера в нашей стране. Вернее, переиздадим. И так и произошло. Эта история не только влияет на мотивацию, но также благодаря этому можно и фанатов, или же каких-нибудь единомышленников быстрее найти. Потому что по-любому какая-то вещь не только вас бесит. А еще каких-то людей тоже. У вас есть любимая книга, и скорее всего к ней есть иллюстрации. Если они вам не нравятся, перерисуйте их с нуля. Или же, например, если у вас есть любимая книга, а иллюстрации к ней вообще нет, потому что автор малоизвестный, никому он не нужен, и на художника денег нет. Так вот, нарисовав к любимой книге пару иллюстраций, можно и не только контракт выбить, но и как минимум заслужить признание среди фанатов этой же книги. Это очень хорошая схема для того, чтобы бороться и с выгоранием, и с депрессией, и с артблоками, и с другими штуками. Почеркиваю, я прекрасно понимаю, что эти методы не работают на все вот эти виды проблем, но как минимум на часть из них они точно действуют. Еще одним хорошим вариантом работает замещение одного контента другим. Вообще все, о чем я сегодня говорил, перетекает как бы из одного в другое. Вы могли видеть такие ролики в интернете, когда один из крутых VFX специалистов увидел трейлер тогда еще не вышедшего кино по Королю Льву, ну, которая 3D-шная. Ему очень не понравились модельки животных, которые были использованы в трейлере, и после этого он их собственноручно стилизовал, сделав трейлер более похожим на классический диснеевский мультик. Впоследствии, когда фильм вышел, к этому парню обратились с петицией переделать полностью графику в фильме, стилизовав каждое существо. И чтоб вы думали, он это сделал. То есть замещение контента или исправление условно чужих ошибок очень сильно может подвинуть творческий импульс. Когда ваша задача не придумать что-то новое или сгенерировать какой-то образ, а исправить уже имеющийся, мозг будет работать чуточку по-другому. И таким образом может спровоцировать, что называется, новую волну креатива. Кстати, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Там огромное количество туториалов, кистей и всякой всячины. Все бесплатно. Welcome. Ссылка в описании. А вам большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на кнопку треклятого колокольчика. А с вами был Алексей. Всем удачи и берегите себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!